Всем привет! Пустые банки, декоративные косметики и парфюмерии за ноябрь. Итак, теперь мне сложно снимать, так как у меня нет штатива. Первым закончился барокко. Ну, не первым, а просто как-то буду так говорить. Барокко, как вы видите, там еще наклейка. Как бы я еще летом хотела осенью закончить. Сложновато было, потому что он оказался достаточно надоедливым. То есть каждый день им сложно было пользоваться. Power Woman также закончился, ну, не сказала бы, что буду сильно скучать. И Avon Luck, голубой у меня их еще несколько есть, поэтому вообще как бы не скучаю. Закончился как простой обыкновенный аромат. Далее мне удалось закончить огромный My Valentin Woman аромат. Наверное, скорее всего, самым таким весомым аргументом было то, что тут очень толстое стекло, он безумно тяжелый. Да, переезда не планируется, но все же не хотелось бы такую огромную штуку держать на полке. Закончила аромат Дэнс от Дива, Швезьми, по-моему, это назывался. Разобрала флакон, мне просто было интересно. В прошлый раз я вроде бы такой с перцем заканчивала, не разбирала. Закончила все, носила его в сумке. Он достаточно объемный, но, несмотря на это, отлично пошел и закончился. И справа такая вот маленькая трубка, Джиан Мисс. Я говорила, что, возможно, его не закончу. Там были блестки, но было несколько мероприятий вечерних, где у меня было огромное декольте практически на каждом из них. И я, естественно, его закончила. Да, несмотря, скажем так, на то, что это особый аромат, и летом я его не закончила. Я все равно смогла. Ну, этому я рада. Да, опять же, если кто-то следит именно суть моего проекта, улавливает, то у меня самая большая цель — это расхламиться, и как можно больше свободного пространства, так сказать, в своем доме заиметь. Но эта ручка, она тонкая. Но, несмотря на все это, я все-таки еще как-то пытаюсь расхламить вещи, которые мне тяжело даются. Еще три аромата закончилось. Хотя ароматы не в проекте, но я вам все-таки его покажу именно сейчас. И в Сен-Лоран это был один из немногих ароматов. Ну, я скажу, 80% моего люксового, скажем так, селективного использования приходилось именно на этот аромат. Всеми остальными дорогостоящими ароматами я очень-очень редко в году пользовалась. И вот этот флакон я закончила. Переходим к косметике. Итак, два тональных крема. Тональный крем, который слева, он у меня в банке находится. Я теперь решила переливать. Но так как я переливала в банку, сразу разрезала упаковку и вытащила все остатки, я хорошенько, естественно, выдавила, то я считаю это за пустую банку, несмотря на то, что он перелит в другую банку. В общем, такая своеобразная у меня схема в голове сложилась, что я буду считать это пустышкой, потому что я же выбрасываю этот флакон, а той банкой пользуюсь. Это как... Как-то мне так легче, не знаю, как это даже объяснить. Плодотворный год, так как все, у меня нет больше баз для лица. Это база финальная. Конечно же, я не спорю и сама с собой, так сказать. Возможно, у меня еще есть базы для лица под макияж, но мне кажется, что больше нет. И сейчас, когда я снимаю, у меня такая какая-то ненормальная улыбка на лице. Я просто понимаю, что раньше я могла тоже вывести какие-то типы продуктов из своей коллекции, но я этого не делала. Оказывается, это так легко, просто стоит начать. Ну да, целый год нужно пользоваться, но это не так много. Следующий продукт – это жидкий корректор, консилер. Тоже закончила. Тут я все выскребла, только вот тут, вот возле основания. Видите, там есть продукт. Я всеми кистями уже залазила туда. А также еще я пыталась какими-то изогнутыми залезть, но ничего не получилось, ватными палочками. Ну там не так много, там даже, наверное, на один макияж не хватит. Оно все-таки не стекло, я давала ему время как-то там постоять, полежать. Нет, ничего не получилось. Хотелось бы похвастаться еще немножечко, но всего лишь два блеска закончилось для губ. Но тоже очень рада, так как это сложные были продукты, они с блестками, но я их закончила. Следующий продукт, который я закончила, это консилер. Хотя кажется, что в коричневом что-то есть, но нет, там все соскреблено. Может быть, какие-то полоски остались, но там ничего нет, сейчас покажу. Вот, там вообще пусто внутри, там ничего не соскрести. Далее закончился тинт, на него я обратила внимание, когда поняла, что уже заканчивается год, и этот тинт более реально закончить. Я им часто пользовалась, и уже ограничитель нужно было вынимать. Считаю правильным решением, чтобы как можно больше банок выкинуть. Всего лишь один карандаш для губ закончился. Моя победа, я закончила продукт для бровей. Такая подводка, как бы, кремовая, помадка. Больше у меня старых помадок в коллекции нет вообще. Тут я уверена. Я очень рада, что я хоть и купила замену, но благодаря Project Pen я не стала заменой как-то пользоваться, начинать, и закончила данный продукт. Следующий продукт – это тени для век, рефилы. Первый рефил – это отдельный рефил, он не участвовал там, особо в проекте, и участвовал. Два маленьких квадрата – это рефилы из палетки, их потом обратно, когда буду итог снимать, как-то положу. И продолговатый прямоугольник, тоже закончился рефилчик. Закончилась у меня пудра, очень удобный формат. Ну, закончила. Также я закончила хайлайтеры, уже я не могу на них смотреть. У меня еще палетка есть, еще, в общем, все, хватит пока что, а то перебор уже. Также я закончила двое румян, оригинальный рефил, он как бы большой, и второй рефильчик из палетки другой. И несмотря на то, что в проект я его-то и не брала изначально на первых стадиях, но я решила, что я закончу эти румяна. Я думала, что это будет намного быстрее, но очень быстро не получилось, они затянулись, они оказались достаточно пигментированными. Все равно этого количества было не так много, и закончить мне удалось. Итак, первый ярус, второй ярус. Закончила пудру двухъярусную. Девочки, тут было 26 грамм. Это очень много, я считаю. Очень рада я расхламилась от двухъярусных пудр. Ну, расхламилась не до конца, конечно, у меня еще есть пудра с двумя ярусами, но все же очень много ушло. Моя победа из таких огромных побед. Палетка, которая была на протяжении всего проекта со мной. Очень и очень редко я ею не пользовалась. Это прям были действительно редкие дни. Эти дни можно было перечислить по пальцам, когда я ею не пользовалась. Вау! Круто! Супер! Ура! Не знаю даже, как сказать. Еще одну палетку я думаю, покажу вам в ноябре. Но не буду мухлевать. Там еще есть тени, но это пустышкой два года большая под худу. С другими тенями, не знаю, успею или нет. Просто уже как бы декабрь начался сложно заканчивать. Но вот эту кремовую штуку я закончила. Это круто, классно. Это действительно большое расхламление. Это продукт, который мне, ну скажу, что прям очень сильно нравился. Ну, он классный. И классно, что он не испортился. Я успела им воспользоваться по полной программе, скажем так. Просто улыбка такая. Если бы не проект, то этот продукт еще бы много-много лет кочевал бы у меня просто. По моему столику. Он у меня и так не первый год. Это действительно крутая большая победа. Спасибо Project Pen за эту возможность заканчивать. Такое количество косметики помогает действительно остановиться. Помогает не так покупать все. Помогает как-то успокоиться. Это действительно большая такая помощь самому себе. Очень сложно сдерживаться в чем бы то ни было. Но лучше чуть-чуть сдержаться и посмотреть на всю проблему. На всю косметику. На все эти покупки, траты. Реальным взглядом. Успокоиться. И как-то перестать это делать. В общем, круто. Я все закончила. Ура!